ИСЛАМСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ YAKIN.KZ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИСТОРИЯ МАТЕРИ И СЫНА Это заставит вас плакать. Послушайте внимательно эту историю, которую рассказала старая мать. Она начала, я выносила его в моем чреве 9 месяцев, и его отец умер после его рождения через несколько месяцев. Я стала и отцом, и матерью для него, и его сестры, которая была на 3 года старше него. Из-за любви к нему я не прекращала кормить его грудью, пока ему не исполнилось 3 года, и он сам не перестал. Я подарила ему всю любовь и заботу, и когда он достиг возраста для создания семьи, я женила его на девушке, которую я люблю за воспитанность, религиозность и доброту ее семьи. Он развелся с ней через 5 лет, в течение которых она родила ему сына и дочь. Однако я заботилась о его сыне и дочери после его развода, который случился по причине того, как он сказал, ее жены необразованности. Он женился на другой женщине, которая работала учительницей. Однако я продолжала заботиться о его сыне и дочери от первого брака, и обслуживала его новую жену, потому что она работала учительницей, и мое сердце было недовольно этим. Через некоторое время она начала выказывать недовольство моими блюдами и говорить, что я забочусь о доме недолжным образом. После этого она распорядилась нанять горничную и позаботиться о ее зарплате. И когда она пришла, они полностью отказались от моей помощи. Я стала обременительной гостьей для жены моего сына. Я стала обременительной гостьей для жены моего сына. Она начала обвинять меня в тех вещах, которые меня не интересовали, в работе горничной и в том, что якобы дурно с ней разговаривала. Из-за всего этого мой сын перестал со мной разговаривать и фактически выгнал меня из своей комнаты и из дома в пристройку снаружи дома, позволив тем самым горничной занять мое место в доме, потому что она была им нужнее. Они выделили горничной мою комнату по договору за ее услуги, или, как они сказали, из-за беспокойства за нее. Что касается меня, то они перестали нуждаться во мне. Так почему они должны беспокоиться обо мне? Я не могу поверить. Я не могу поверить. О, мать! Как они могли с вами так поступить? Она ответила. Я стерпела это и была довольна, подавив мой гнев, потому что он был моим сыном, и я еще любила его, и ради его дочери и сына от первой жены. Однажды я возвращалась после визита к моей дочери, которая жила в другом городе, и, приближаясь к пристройке, в которой я жила, увидела вынесенные из моей комнаты мои мебель, матрас и небольшую коробку. И тогда я постучала в дверь, чтобы спросить их о причине. Жена моего сына ответила, в то время как он сам стоял позади нее, пристройка нам нужна, чтобы хранить наши вещи. Она, мать, спросила, а как же я? Куда мне идти? И в такое время она, мать, спросила, обращаясь к жене сына, жена ответила, идите куда угодно, но только не в дом. Земля Аллаха обширна. Я не могу поверить. Я не могу поверить, о мать, что они так поступили с вами. Где их сердца? Мать сказала, что было странным, что ее сын стоял позади жены. Он ни пальцем не пошевелел, ни слова не сказал. Затем я постучала в дверь соседей, так как была очень холодная погода. И когда она, соседка, открыла мне, я попросила ее, что хотела бы остаться у нее на ночь. Она очень удивилась. Что я могла сказать ей? Я рассказала ей все, и она расплакалась из-за того, что трудно было поверить. Я сказала ей, я останусь у вас на ночь, и утром моя дочь приедет за мной. Она ответила, не беспокойся, наш дом и твой дом. Старая женщина продолжила рассказ. После этого утром я позвонила дочери и рассказала о том, что случилось. И попросила ее позаботиться о том, чтобы я переехала к ней. Однако она попросила извинения и сказала... Однако она попросила извинения и сказала... Что ее муж был очень раздражен, когда я гостила у них два дня. Что же будет, если я перееду к ним жить? И она положила трубку. О, Аллах! О, Мать! О чем они думали, когда поступали так с вами? Где их благодарность за вашу заботу? Разве они не знают, что если муж умрет, то будет другой муж? Если жена уйдет, то будет другая жена. Но если уйдет мать, то как они заменят другой матерью? Я не могу поверить, о, мать, что они так поступили с вами. Пожилая женщина продолжила рассказ. Моя дочь положила трубку и вместе с этим закрыла дверь для моей надежды. Я надеялась, что буду жить с ней, потому что она была моей дочерью. Будет единственной, кто будет терпелив со мной в моей старости. Я заплакала, пока слезы не закончились. Когда моя соседка услышала новости, то она тоже заплакала вместе со мной и сказала, не беспокойся, с этого момента этот дом и твой дом, и мы твоя семья. Напротив нашего дома жил один мужчина. Когда он услышал мою историю, он нашел для меня жилье поблизости и организовал ремонт. Затем сказал, мы готовы служить вам от стара до мала. Люди в округе посещали меня и предлагали мне все, кроме моего сына. Он не приходил ко мне. Я начала сильно болеть. Соседка положила меня в больницу. Люди в округе начали навещать меня, кроме моего сына. Кроме моего сына. Он не навещал меня и не расспрашивал обо мне. И здесь я ожидаю его. И мое сердце тоскует по нему. И я молю Аллаха простить и помиловать его. Клянусь Аллахом, я не знаю деяния, которое приближало бы к Аллаху больше, чем хорошее отношение к матери. Продолжение следует... Продолжение следует...